Сжатое, быстрое и жестокое. Причем я так понимаю, что пленных никто особо брать не планирует, потому что у всех такие пересечения личных уже персональных интересов и настолько натянутые отношения, что я не вижу возможности к какому-то примирению и сотрудничеству. Все будут пытаться победить. Понимаете, Геннадий Адольфович со своей болезнью, дай бог ему здоровья, в нём такую интригу, что сложно вообще что-то прогнозировать. Я на самом деле думаю, что это хорошо, что не будет какого-то монобольшинства или чего-то, потому что всем придется договариваться, делить сферы ответственности, определять приоритеты, собираться и решать вместе. То есть представлять весь спектр избирателей. Должны быть представлены интересы всех. Мы же понимаем, что когда мы говорим, что все представлены в облсовете, в горсовете или в райсовете, на самом деле те, кого 50% плюс, они забирают себе все полномочия, а те украинцы находятся на обочине. Но так не должно быть. Должны быть представлены интересы любого гражданина, который пришел, бросил бюллететь, даже если мы 300 раз считаем, что он неправ. Даже если мы считаем, что у него склероз, он забыл, что было вчера и не хочет вообще думать, что будет завтра. Даже в этом случае мы вынуждены это делать. Но пока такая у нас избирательная система, когда голосуют все, мы должны этого придержать. Поэтому это будет очень интересное время. Это будет время интересных союзов и неожиданных абсолютно. Продолжение следует...